Приветствую, друзья! Вы на канале HardSound, и сегодня мы продолжим знакомиться с новым для России гитарным брендом Yard. В данном случае это Lispolay. Ну, почти Lispolay. Модель подороже и модель чуть подешевле. Но на самом деле цены на них довольно демократичны для сегодняшнего дня, тем более учитывая их конфигурацию. А именно корпус и гриф из красного дерева, гриф вклеены, палисандровая накладка, алниковые звукосниматели, стальные лады. И в случае с этой моделькой, которая идет чуть подороже, отсечки и локовые колки. Начнем с модели EGLP-620. Форма типа Lispol. Корпус и гриф сделаны из термически обработанного Okuomi. Это сегодня довольно популярный заменитель красного дерева. Топ из фигурного клёна. Уж не знаю, настоящий топ или просто шпончик, но смотрится здорово. Накладка, между прочим, из палисандра. Причем это не тот палисандр, который ко мне приехал на гитаре Ирин или Ирин с Алиэкспресса. Это реально настоящий палисандр. Почему я говорю, что форма типа Lispol? Как по мне, я думаю, у многих такое же отношение к Lispol. Lispol это всегда история про преодоление каких-то трудностей и сложностей. Это толстый корпус, довольно неудобный, в том плане, что нет выреза под пузо. Это толстый гриф, всегда такой округлый, массивный гриф. Ну, по крайней мере, с этим ассоциируется Lispolo. Это очень сложный доступ к последнему ладу и в целом это тяжелая гитара. Эта гитара имеет, во-первых, очень тонкий корпус. То есть вы можете увидеть, какая у нас низкая пятка, которая сразу уходит в корпус, ну, почти как на СГшках. Это очень тонкий и удобный гриф. Он имеет толщину на первом ладу 20 мм и на двенадцатом ладу 21 мм. И у нас здесь переменный радиус накладки. То есть на первом ладу у нас 9,5 дюймов, на четырнадцатом, точнее на двенадцатом ладу 14 дюймов. То есть у нас здесь она более округлая, чтобы удобно было без раскоряки брать аккорды. И постепенно, приближаясь к последним ладам, у нас накладка становится более плоской и проще играть бенды. Вот реально проще. Вы можете тянуть сколько угодно. Ну и в целом гитара ощущается, как такой, знаете, современный инструмент. У нас вот такой вот вырез здесь очень глубокий, опять же, не как у Lispolo. А у нас вырез под пузо. То есть если у пузан, как я, вам удобно будет свое пузико сюда вот положить. И гитара прям близко к вам так находится. И играть реально удобно. Друзья, я думаю, вы знаете, что на российском ютюбе сейчас нет никакой монетизации. Но если вы хотите поддержать выпуск новых роликов на этом канале, то у меня есть страничка на Boosty. Где можно подписаться от 50 рублей в месяц. Либо кинуть какой-то разовый донат. Для бустеров у меня есть отдельный вип-чат, где я всегда присутствую, отвечаю на вопросы, могу дать консультацию. Есть доступ к специальной закрытой вип-страничке со всякими ништяками, типа плагинов, импульсов и прочего. Ну и, конечно же, ранний доступ ко всем роликам. И ваше имя в титрах по подписке от 200 рублей. Заранее благодарю за поддержку. Продолжение следует... Фишка гитар E-Art это стальные лады, что в бюджетном сегменте встречается крайне редко. Эти лады, во-первых, более твердые, жесткие и дольше служат, чем те же низельберовые. А во-вторых, они уже с завода такие скользкие, как будто гитара только что побывала у мастера на полировке. Бенды играются намного мягче, свободнее и со всякими вибрато тоже проблем никаких нет. То есть струну проще раскачивать. Ну, струна реально, знаете, она как будто скользит. Я про стальные лады уже не раз рассказывал. Это офигенная штука. На каком-то из яртов, я помню, я немного был недоволен ладами. Чуть-чуть полязгивали, когда низко струны опустил. Здесь я поставил на обе гитары новые струны, все отстроил, поставил струны ниже, чем я обычно ставлю. И при этом ничего нигде не лязгает. Ну, само собой, здесь у нас закругление сделано на торцах, поэтому ничего, руки не царапает. И опять же, за счет того, что у нас лады как бы чуть-чуть внутрь идут накладки, даже если накладка там начнет высыхать в отопительный сезон, то эти лады до края накладки не дойдут. И, соответственно, пальцы никогда резать не будут. Датчики на обеих гитарах корейского производства с лунниковыми магнитами. Но они делают на этом акцент, что Корея, типа, более качественная, чем в Китае. Сложно с этим спорить, но, тем не менее, акцент такой тут есть. Датчики лунниковые и под крышками. То есть, это такая себе отсылочка к настоящему Лисполу. Датчики громкие, то есть, довольно хайгейновые и при этом яркие. То есть, крышки не делают их какими-то мутными. Но все-таки легкая округлость по верхним частотам присутствует. На чистом это прям хорошо ощущается. Я думаю, вы на сэмплах уже заценили. То есть, такой вот мягенький округлый звук. Но при этом на хайгейне, особенно в бридже, нет какой-то излишней мутности и прям излишней жирноты. Так, чтобы прям все там утопало в низких частотах. Нет, такого нет. То есть, датчики сбалансированы. Отлично на флажолете. То есть, искусственные флажолеты, медиаторные. Отлично слышно. Все замечательно. Но у этой гитары есть еще и отсечка. То есть, мы отсекаем сразу по одной катушке на каждом датчике. Не могу сказать, что эта отсечка работает прям как-то супер офигенно. Скорее всего, сказываются крышки. То есть, звук получается не такой ярко стреляющий стеклянный, а просто синглово мягкий. Ну, может быть, с P90 его можно сравнить. То есть, просто округленький такой звук, который хорошо звучит и на чистом звуке, и на кранче, и на хайгене. То есть, просто такое разнообразие звучания. То есть, вместо трех положений мы получаем с отсечкой шесть разных вариантов звучания. Но, в чем фишка, то даже не то, что фишка, а просто такая особенность отсечки под крышкой. Обычно, когда мы включаем отсечку, датчик начинает сильно фонить. Ну, понятно, потому что нет эффекта хамбакера. Но за счет крышки датчик получается полностью экранированный. И в отсечке, хоть мы не получаем суперстреляющего стратовского звука, зато фона практически не добавляется. ПОДПИШИСЬ! ПОДПИШИСЬ! Еще одна фишка модели EGLP-620 это локовые колочки. Колки у нас корейского производства. На обеих гитарах сделаны в форм-факторе такого Гровер-стайл. Крутятся очень мягко и на самом деле сделаны качественно. По сравнению, например, с Карли Бентоном, даже с Карвином. Вот на Карвине колки стали себя очень плохо вести, хотя американские. А здесь же какие-то корейские, крутятся очень мягко, хорошее передаточное число. Еще и локовые. Чем хороши локовые колки? Вот я поставил новые струны, намотал буквально по пол оборота максимум, по одному обороту струны вокруг колка. И строй вообще не плывет. То есть нет вот этого механизма пружины, потому что мы вставили, там пол оборота сделали, зажали струну и все, она вообще никуда не уходит. Ну и на струю еще хорошо влияет порожек. Порожек на обеих гитарах сделан из кости. Струна на кости, в отличие от пластика, лучше скользит. И, соответственно, у нас меньше трения на верхнем пороге. И вот сочетание с локовыми колками прям хорошее получилось. Гитара вообще не расстраивается. Повторюсь, я поставил новые струны, буквально там по часику поиграл на каждой гитаре, сразу сел записывать сэмплы. Обычно, когда я ставлю новые струны, то запись сэмплов растягивается, потому что новые струны, там что-то плывут, пока они здесь усядутся, пока порог перестанет их блокировать, зажимать. Тут же я поставил струны, сразу сел записывать сэмплы, вообще практически ничего на ходу не подстраивая. Музыка 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 Анкер на обеих гитарах стоит двухсторонне, то есть можно выгибать гриф в обе стороны, вне зависимости от натяжения струн. Ну и у нас такая вот крышечка хитрая, как на некоторых хабанезах, то есть не нужно снимать крышку, откручивать, искать отвертку, просто вот так отодвигаете окошечко, вставляете ключик, есть в комплекте само собой, подстраиваете, а потом вставляете обратно. Музыка 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 что касаемо звука то в принципе на этой гитаре можно играть все что угодно то есть диапазон звучания здесь большой тем более за счет отсечки от джаза блюза до чего-то экстремального на сэмплах в принципе все это слышите и знаете что-то все-таки еле уловимое от леспола в этом звуке присутствует но скорее всего это сочетание все-таки краснушного корпуса и грифа вклеенного грифа и вот этих датчиков под крышкой солниковыми магнитами то есть какая-то такая легкая мягкость все-таки здесь есть и Субтитры делал DimaTorzok И в принципе это точно такая же гитара, просто чуть-чуть попроще Нет кленового топа, нет окантовки на корпусе и грифе Калки у нас не локовые, а обычные, но тоже корейские И нет отсечки на звукоснимателях То есть эту гитару можно сравнить в принципе с Gibson Studio относительно Gibson Standard То есть по звуку то же самое, но просто внешне есть какие-то вот такие вот упрощения То есть гитара выглядит более строго Мне очень нравится цвет этой гитары Он называется Gun Metal, по-моему раньше такой цвет называли мокрый асфальт Реально выглядит очень агрессивно, тяжело То есть если прям играете тяжелый металл То надо брать наверное вот в такой расцветке А не в веселенькой с волнистым кленом Единственное, что вот такое покрытие обычно со временем начинает портиться Оно матовое, но со временем оно начинает затираться до глянца Поэтому имейте в виду Вот сколько я видел гитар с таким покрытием Даже дорогих гитар у них у всех В местах, где вы постоянно там третесь Везде все затирается до глянца Не знаю будет ли это с покрытием на гитарах Yard Но все-таки стоит иметь в виду Что со временем вот такое покрытие будет терять свой внешний вид Еще интересный момент, друзья Вот на этой гитаре этого не видно Но на самом деле производитель пишет на сайте Что тут не просто термически обработаны ОКОМИ А это корпус набранный всего из двух кусков Склеечка реально только одна здесь видна Я попробую на сэмплах это снять Но я нашел только одну склейку Что опять же в таком ценовом диапазоне встречается редко Обычно делает 2-3 склейки, так просто дешевле А тут вот видимо для звука Для каких-то там звуковых характеристик Корпус у нас набран из двух кусков По удобству это точно такая же гитара Как и EGLP620 Да, конечно тут нет локовых колочков Но в принципе, если вы умеете настраивать гитару Если вы умеете правильно накручивать здесь струны То это не самая большая беда Тем более порожек у нас, как и на более старшей модели Тоже сделан из кости То есть здесь струны лучше скользят, чем на пластике И соответственно гитара будет лучше держать в строе Конечно же нет у нас отсечки здесь Поэтому у нас всего три варианта звучания Ну можно еще, конечно, ручку тона покрутить Но кто ее вообще крутит? По звуку, если есть какая-то разница между этими двумя гитарами То она минимальная, я ее практически не ощущаю Возможно, эта разница за счет отсутствия здесь кленового топа Но я, честно говоря, не уверен, что на той гитаре полноценный настоящий кленовый топ Но обычно вот этот арочный подъем, арктоп вот этот, он делается полностью из клена То есть если гитара сделана из красного дерева и клена Вот даже там Harley Benton мы То красное дерево плоское И вот этот вот подъемчик, вот это вот пузико сделано из клена Если там сделано из клена, конечно, круто Проверить я это, к сожалению, не могу Но скорее всего, все-таки это просто шпончик Поэтому если разница, повторюсь, между этими гитарами по звуку и есть Но она в каких-то там минимальных нюансах ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что касаемо качества изготовления, то особо здесь придраться не к чему Вы все видите на футажах, в макросъемке практически Поэтому можете сделать вывод, насколько качественно собрана гитара Каких-то косяков там по сборке я не нашел, топотеков краски и прочего Ну и лады установлены на обеих гитарах просто шикарно Ничего не лязгает, не цепляется У мастера эти гитары не были То есть так эти инструменты приезжают с завода Ну и, конечно, то, что гриф у нас на обеих гитарах сделан из термически обработанного ОКОМе Это должно добавить устойчивости грифу к изменению влажности и температуры То есть, когда включается топительный сезон, там, в конце осени Меньше вероятность того, что гриф начнет куда-то скручивать Вот такие вот гитары, друзья Как я уже сказал в самом начале Сегодня в этом ценовом диапазоне найти что-то похожее довольно сложно Особенно с учетом всяких фишек, которые сюда поназусовывали То есть, стальные лады, вклеенный гриф Сегодня даже лиспол за эту цену со вклеенным грифом непросто будет найти Плюс еще алниковые хамбакеры, плюс еще отсечка, локовые колки Что у нас по ценам, друзья Вот эта гитара на момент выхода ролика, то есть, это начало марта 2023 года Стоит уже здесь, в России, в Москве 47 тысяч рублей А вот эта гитара более навороченная, с локовыми колками Отсечкой стоит 59 900, ну, короче, 60 тысяч 47 и 60 Ну, по звуку, на мой взгляд, звучат абсолютно одинаковые Но если вы хотите, конечно, чтобы гитара выглядела более дорого-богато И со всякими фишками, то берете эту Если вам нужен просто качественный звук, стальные лады, удобство игры на лисполе Удобном лисполе, то берете вот эту модельку Тем более и на 620, и на 610 На сайте у них много есть разных вариантов Можете зайти на официальный сайт, посмотреть То есть, разные расцветки на любой вкус и цвет Друзья, огромное спасибо за просмотр Если не подписаны на канал, обязательно подписываемся И нажимаем колокольчик, чтобы не пропустить выпуск новых роликов и всяких розыгрышей У меня можно выиграть гитару, примочку, плагин и прочее Отдельная благодарность, как всегда, моим бустерам за поддержку Заходите на мою страничку Дзен А с вами был, как всегда, Кирилл Берегите себя! Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok